И пока крупные интернет-сети пересчитывают своих пользователей, мелкие растут как на дрожжах. Их создают не только для людей с общими интересами, но и для тех, кто на работе сидит спина к спине. Кому нужны такие социальные площадки? Игнат Павлов. В этом офисе следят за трендами. Планшетники заставляют скучать одинокий принтер, стены подталкивают к действию, но главное здесь побуждают к использованию социальных сетей. Наша компания решила пойти дальше других и внедрила собственную социальную сеть, она называется Connections. Это экономически обоснованно. Благодаря единой социальной площадке конференц-связь уходит в прошлое. Внутри офисный телефон и вовсе молчит, не говоря уже о постоянно пустующих переговорках. Нет мультимедийных функций, мы не обмениваемся видео и развлекательными аудиофайлами. Увидеть в профиле фотографии с вечеринки, конечно, не удастся. Тональность определена корпоративной культурой. Если не хочешь, чтобы об этом узнал президент компании, просто не пиши. С другой стороны, есть у сети и сходство с реальными прототипами. Вы можете рекомендовать любой контент в сети. Есть специальная такая звездочка, и, соответственно, вы можете отметить, нравится вам это высказывание, этот комментарий, статус, в конце концов, сотрудника или не нравится. Интернет-социализация сегодня напоминает начало нулевых, когда, казалось, каждый продвинутый пользователь считал долгом создать свой сайт. Все то же самое только теперь, как грибы после дождя плодятся в соцсети. Есть площадки для тюремных заключенных, фанатов знаменитостей и караоке. Интернет-форум умеется даже у собак. Все из-за трудностей, связанных с созданием сетевого сообщества. Для этого не нужна там огромная команда разработчиков. Нужен просто технический специалист, который понимает задачи компании, немного разбирается в языке программирования и понимает, как настроить сам продукт. То есть достаточно всего лишь диска с софтом и эксперта, который будет следить за сайтом, модерировать его. Привлечь рекламодателей и тем самым пополнять реальный кошелек тоже нетрудно. Здесь все зависит от положения в поисковых запросах, а на них можно повлиять. Вы предоставляете нам какие-то данные и о ваших пользователях сразу можно будет показывать чуть более подробную информацию. Такие результаты по умолчанию более информативны и, может быть, Яндекс может их показать чуть выше. Есть одно, но очень существенное но, чтобы сделать соцсеть, в которой зарегистрируются миллионы, яркой идеей и красивым дизайном не обойтись. Печальный пример провалившейся первой социальной площадки от Google, Wave, тому доказательство. Нужно предугадать нужды потребителей, хотя совет, возможно, дадут члены соцсети пророков. Такая тоже есть. Игнат Павлов, Владимир Годунов, Артем Серов, Анжела Маркелова. Вести.